Семнадцатая глава книги Прока из Икииля И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог, Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его, и принес его в землю хананскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву, и оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большою силою и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял с сильных земли той с собою. Чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделал? Он нарушил союз, и уцелеет ли? — Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так, — говорит Господь Бог, — живу я, — клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тене-то мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь, — сказал это. Так, — говорит Господь Бог, — и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе, на высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его, и узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю.